Если вы похожи на меня, то вы, должно быть, задавались вопросом, как мне следует вести себя в социальных сетях, как христианину? Как бы Иисус использовал социальные сети? Если честно, я не знаю. Но вот четыре библейских принципа, о которых Иисус мог бы при этом подумать. Интересно, если бы социальные сети существовали во времена земной жизни Иисуса, как бы он к ним относился? WWJT, чтобы твитнул Иисус. Я бы хотела, чтобы первое послание Тимофею, 6 глава, 10 стих, стало системой координат, из которой бы мы смотрели на социальные сети. Библия говорит, что любовь к деньгам — это корень всех зол. Теперь заметьте, она говорит, что любовь к этим вещам, не сами эти вещи. Смотрите, деньги сами по себе, они вне морали. Они не являются ни плохими, ни хорошими. Все зависит от того, для чего вы их используете. Так, подождите, мне надо их поднять. Социальные сети сами по себе тоже не являются плохой вещью. Но когда вы зацикливаетесь на них, они могут привести к разного рода грехам. Будьте осторожными в выводах. Люди очень часто используют социальные сети, чтобы дать о себе какое-то представление. Но на самом деле ты можешь писать о себе все, что угодно, будь то правда или ложь. В Евангелии от Иоанна, 2 главе, 25 стихе, Библия говорит, что Иисусу не нужно было чужое мнение о человеке. Но Он знал, что в каждом человеке. Иисус не стал бы полагаться на социальные сети, чтобы узнать кого-то, потому что Он уже знал, что у каждого на сердце. Возможно, Он бы посоветовал нам быть осторожными и не делать выводы, исходя из информации из социальных сетей. Просто потому что вы дружите с кем-то в сети, еще не значит, что вы на самом деле Его знаете. Это публичный форум. Социальные сети — это что-то вроде современной синагоги. Из Писания мы знаем, что Иисус проводил в синагоге много времени, но Его слова и поступки были очень продуманными. Он не упускал возможности, чтобы повлиять и помочь измениться людям вокруг себя. Социальные сети могут быть великолепной возможностью для нас делать то же самое. Но помните, что это публичная платформа. Если вы сказали что-то, то вы уже не сможете забрать это обратно. Словами можно помочь или ранить. Когда вы размещаете что-то в социальных сетях, я думаю, Иисус бы хотел, чтобы вы помнили Ефесянам 4 главу 29 стих. Не произносите никаких дурных слов. Говорите лишь полезное, для назидания, чтобы это приносило благодать слушающим. Библия учит нас произносить только то, что укрепляет других. Так что принесут мои слова тем, кто их слышит? Пользу или боль и разделение? Не знаю, как вы, а я бы лайкнула это правило, чтобы помнить о нем при каждом посте в социальных сетях. Помните, мы представители Христа. В следующий раз, когда вы будете публиковать что-то эмоциональное, может быть, стоит спросить себя, «Это то, каким бы люди хотели видеть Иисуса?» Например, вместо публикации этого, «Ты чё, совсем того?» Может быть, лучше так? Слушай, давай не будем спорить. Это не про личную значимость. И последнее. Не попадите в ловушку искать удовлетворение личной значимости в социальных сетях. Я сама пережила это. Моя радость зависела от количества лайков, просмотров, подписчиков. Кстати, об этом. Если вы лайкните это видео, буду вам крайне признательна. Но я, собственно, пытаюсь сказать, что Иисус бы предупредил нас по этому поводу. В Нагорной проповеди Иисус рассказывал о людях тех времен, которые выходили на улицу и привлекали к себе внимание такими вещами, как служение бедным, молитвой и постом. Иисус сказал, что эти люди уже получили свою награду, имея в виду внимание людей, вместо одобрения Бога. Смотрите, иногда люди публикуют религиозные вещи просто, чтобы показать себя верующими. Но Бога намного больше интересует, кто вы есть, когда двери закрыты. Вы хотите, чтобы ваши награды стали лайки и подписчики? Или вы хотите, чтобы Бог радовался о вас? Итак, как ты думаешь, Иисус бы относился к социальным сетям? Дай нам знать в комментариях. Ну а сейчас поздравляю с еще одним инструментом в вашем комплекте.